Вы частенько спрашиваете меня о том, какие игры я жду и во что играю кроме Destiny. Появятся ли другие игры на канале и всё такое. Я уже рассказывал вам о нескольких играх, в которые я играл в начале самоизоляции, делился своими впечатлениями от нескольких популярных проектов, но сегодня я был бы рад рассказать вам об игре, которую я жду, которая не слишком-то широко обсуждается и, на мой взгляд, это не заслужено. Поэтому Witchfire. Ещё в конце прошлого года я наткнулся на видео с игровым процессом Witchfire. И тогда я обратил на неё внимание по двум причинам. Первая, довольно мемная. Моя Destiny головного мозга сразу срезонировала с интерфейсом игры. Вид отображения основных параметров и способностей главного героя чем-то напомнил интерфейс игры от Bungie. Это заставило меня улыбнуться, отправить ролик друзьям с комментарием в стиле «что-то мне это напоминает». Я не вижу в таком сходстве ничего плохого, ведь я люблю интерфейс в Destiny и считаю его чуть ли не эталонным для жанра. Второй же вещью, которая меня зацепила, оказался визуальный стиль игры. А это для меня самое главное. Решение о том, играть или не играть в какую-то игру, я зачастую принимаю, оценив внешний образ врагов, локаций, оружие. И если то, что я увидел, побуждает меня исследовать этот мир, изучать его историю и секреты, то я непременно окунусь в такой проект с головой. Если это фэнтези, то я должен отличать его от миллионов других игр в этом сеттинге, чтобы орки не казались мне однообразными. Если это космическая фантастика, то будьте добры предложить что-то кроме огромных скафандров с пулеметами на плече и всего подобного. Так вот, в Witchfire все локации и общий антураж выглядят очень пугающе, мрачно и загадочно. Студия-разработчик Astronauts не скрывает, что вдохновлялась темным фэнтези. Если внимательно рассматривать геймплейные кадры Witchfire, то начинает казаться, что перед нами Dark Souls с пушками. Но в студии обращались за вдохновением не столько к играм From Software, которые стали уже культовыми, сколько пошли еще глубже и в качестве референса использовали те же исходные источники вдохновения, к которым некогда обращался и Хидатака Миядзаки. Потому, как знать, вполне возможно, что мы увидим в игре какие-то смелые решения, на которые не пошли From Software при разработке своих игр. Я вот просто обожаю Bloodborne. Считаю, что это главная игра на PS4. Мне нравится ее мир, ее дизайн, ее лор. Притом, дело вовсе не в хардкорности. Фанатам Souls-like жанра именно по части игровых механик и превозмогания я себя назвать точно не могу. Так что однажды, увидев геймплейные кадры Witchfire, я был обречен на то, чтобы следить за всем, что происходит с игрой. Разработчики делятся информацией об игре не слишком уж часто, однако мой интерес к проекту это нисколько не уменьшает. Как они пишут в своих дневниках, Наши статьи о ходе разработки выходят все реже. И это хорошо, ведь это значит, что нам есть над чем работать, и мы вплотную трудимся над игрой. Кроме того, что мы можем увидеть даже сейчас по немногочисленным кадрам геймплея, стоит обратить внимание на еще одну важную деталь. The Astronauts не просто делают страшных чудищ, как в Demon's Souls, и не рисуют мрачные пейзажи, чтобы завлечь аудиторию жанра в свой продукт. Они работают именно над миром и его законами. Как я и сказал ранее, они вдохновлялись культовыми авторами жанра темного фэнтези. Понятное дело, тут Лавкрафт, Нил Гейман, Ричард Скотт Беккер, Теренс Брукс и другие хорошо знакомые нам имена. То есть, хоть ваш персонаж и будет, безусловно, главным героем истории, однако бэкграунду ваших противников будет уделено не меньше внимания. Очень важно показать страдания каждого персонажа в истории, чтобы точно передать его мотивацию или настроение. Без этого вселенная игры рассыпется, и мы тогда получим просто шутер с механиками Dark Souls, за которым просто ничего нет. Но когда я захожу на сайт студии и читаю дневники разработчиков, я просто понимаю, насколько тщательно они прорабатывают каждый аспект игры. И если столько внимания уделяется, например, полосе здоровья или анимациям перезарядки, то уж за то, что история мира будет проработана на достойном уровне, переживаний точно никаких не остается. Сами же создатели игры упоминали, что сюжет будет подаваться не линейно и не в лоб, что называется. Но вот я все говорю про разработчиков. А все же, кто это разрабатывает Witchfire? Польская студия The Astronauts, которая в 2014 году выпустила The Warnishing of Ethan Carter, а у руля разработки находятся люди, что трудились над франшизами Bulletstorm и Painkiller. И если вы играли в Painkiller, то наверняка, глядя на кадры с геймплеем Witchfire, вы скажете, что находите какие-то параллели. Вся вот эта вот мрачность, спиритизм и демоны. Однако, если Painkiller был игрой на огромных скоростях, где вы раскидывали чудовищ из разнообразного оружия и уничтожали их просто в неприличных количествах, то про Witchfire такое сказать уже не получится. Тут ваши движения должны быть более тактическими, решения выверенными. В игре большую роль занимает то, насколько вы понимаете особенности оружия, которое используете. Вам будет важна информация о вносимом по противникам уроне и о том, какие у них есть уязвимые места. Но вернемся к The Astronauts. Студия очень молодая, и если это кого-то может напугать, то это лишь до тех пор, пока вы не услышите имя основателя студии. Адриан Хмеляш. Это человек, который в далеком 2002 году основал студию People Can Fly, создавшую Painkiller. Потом они помогали Epic Games с портированием первой части Gears of War на ПК, а затем и вовсе участвовали в разработке второй и третьей части боевика. После чего создавали Bulletstorm, который сам Хмеляш считает не совсем удачным, из-за того, что внешнее влияние вовремя остановить не удалось. Однако фанатам шутеров игра все же пришлась по вкусу. Заветные 80 баллов на Metacritic, так сказать, получили. Так или иначе, но после релиза, Адриан ушел от Epic Games и основал ту самую The Astronauts, в которой и стал выковывать Witchfire. Конечно, пока рано с уверенностью говорить о том, что Witchfire получится именно такой, какой мы ее себе сейчас можем представить. Главное, чтобы это получилось у студии разработчика и у Адриана Хмеляжа. Сейчас над игрой работают крайне мало сотрудников, но и дату релиза строгую они не ставят, что лично меня устраивает. Ведь если обратить внимание на все заявления и рассуждения, что публикует Хмеляж, ему невозможно не доверять. И уж лучше мы подождем еще энное количество времени, чем потом будем разочарованы сами, и что еще страшней, увидим разочарование столь талантливых создателей. Так что я жду продуманный, глубокий мир темного фэнтези, грамотную проработку снаряжения, его баланса и разнообразия, интересную историю не только главного героя, но и каждого персонажа игры, которая бы увлекла меня, как я и говорил в начале, и манила к исследованию мира. Я давненько хотел с вами поделиться своими впечатлениями от анонса этой игры, так что рад, что наконец-то нашел время. В комментариях обязательно напишите, слышали ли вы что-то об игре до моего видео, и как вам вообще подобный жанр и сеттинг. Я буду рад вернуться к этой теме на канале Triple Vibe, так что спасибо за просмотр, удачи!